Уход за яблони в июле. Дело в чем. Как меня использовали? Это я сам с удивлением увидел. Это программа Кемеровского телевидения. Я себя увидел. Я увидел целый ролик про себя любимого. Но когда я сюда нажал, оказалось следующее. Оказалось, что используя мой ролик, длинный ролик, то есть используя мой фильм, снятый в моем саду, Кемеровским телевидением, они должны жить. Уход за яблони. Вот он сейчас берет. У него тут 500 грамм, тут 500 грамм. И все это по 2-3 яблони. Для того, чтобы они здоровы совершенно. Но ему надо, чтобы вы заплатили телевидению за что? За рекламу. А рекламодатель, он должен был им заплатить. И для того, чтобы вы у него купили. Ну, может быть, речь идет о кемеровчанах. Вот. Чтобы купили и покупали. Хотя он показал совершенно здоровый яблони в Кемеровской области. Не у меня. У него там. И в это все перемежается. Вот. Опять железо. Потом опять. Ну, вы знаете, почему я. Ну, все-таки какой-то авторитет заработал. Потом снова. Вот. Вот что-то. Потом у него получается. Сейчас, секундочку. У меня массажер включился. Отпускайте, что я его рекламирую. Ай. Палец укусил. Слышенно ногой задел. И испортил съемку. Как стереть и выключить. Все. И вот снова получается уход. Снова показал меня. А тема у меня была никакого отношения ни к ядам, ни к этим, ни к подкормкам, ни к рекламе не имел. Лично я. То есть, я показывал сад настолько загущенный, что смотреть на него было страшно. Тут у меня как раз все это перемешалось. Яблони, груши, сливы, абрикосы. Но я рассказывал. Мой сад – это бывший питомник. Отсюда загущение. Пока они не мешают друг другу, я могу с них брать плоды, я могу с них брать черенки. Потом кто-то кому-то у них уступает. И там чистое у них соревнование идет. Чистая селекция. Конкуренция за солнце. Они сами уходят в кень. А тогда я беру топор. Но это через 10-20 лет. Это мой стиль, это мой метод. Я это называю первое, значит, вначале питомник. Потом я называю кочующий питомник. Деревьям остаются лучше навсегда. Отнимают место и постепенно переезжают саженцы в другое место. Уже следующее поколение саженцев. Это продается или остается в виде маточных деревьев. Маточные деревья 5-10 лет дают черенки. Потом как не режь, уже перестают давать полноценные черенки. И становятся, уходят на пенсию. Просто саженцы. Ой, просто деревья, просто плоды. Вот. И теперь поняли, что я и тут отличился. Меня используют для того, чтобы... Вот так вот я увидел себя в этом. Видите, люди видят мою физиономию, нажимают сюда и получают порцию рекламы. Вот это я хотел сказать. Вот тут моя популярность действительно растет, но не там, где надо. Вот, видите, это продолжение.